Здравствуйте дорогие друзья, рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, 26 августа на календаре и у нас вторая часть обзора состояния нашего виноградника. Сейчас мы с вами посмотрим технические и универсальные сорта. Галант у нас частично скрыт мешочками, потому что покушаются птицы, покушаются осы. По вкусу очень вкусный, сладкий, очень легкая мускатная нотка. Но есть одно но, косточка еще и зеленая. То есть в такой ситуации мы виноград можем кушать, если хотим, но для вина использование такого винограда крайне не рекомендуется. Кстати, сахар 19-20 брикс. Его папа мускат блау, ягода, ну даже и так чувствуется, что она не созревшая еще, ягода твердая, ягода жесткая. И сахар 16-17 в некоторых ягодках, в принципе даже смысла особого мерить нет. Ну и вкус понятно, что вкус пока никакой. Вот там Свенсен Ред недавно начал окрашиваться, но у Свенсен Реда такое свойство. Если стоит тепло, он красится меньше. Когда приходят холодные ночи, а не пришли совсем недавно, он начинает интенсивно окрашиваться. Вардува в этом году сильно отстает от предыдущих лет. По позапрошлому году, прошлыми не берем в расчет, позапрошлому году в это время уже висели ярко-желтые грозди. И мы с дочкой их пробовали, вот мне запомнилось, что это был конец августа. Но сейчас еще ягода довольно-таки зеленая. Паланга тоже еще набирает окрас. Супага молодой кустик, с более солнечной стороны становится более желтенький. Конечно, камера, к сожалению, это не совсем передает, но лоза уже постепенно идет на вызревание. Видим, некоторые побеги уже такие вполне коричневые. Лепсну тоже показываю в мешочках, потому что очень много охотников на нее. Вот такой сейчас окрас. Запах возле куста невероятный. Хотя лепсне еще зреть и зреть. Но у лепсны есть одна очень интересная особенность. Вот просто кушать ее можно прямо сейчас. Вот сейчас она вкусная. У нее есть такой яркий фруктовый аромат, похож на тропический вкус личий. И только если разжевывать шкурку, то мы почувствуем терпкость, танины. Сахар пока небольшой, всего 15 брикс, но вот кушать ее приятно сейчас. А со временем, с более полным созреванием, она как раз таки будет набирать терпкость. И уже именно для еды она будет не такая вкусная, но зато для приготовления вина то, что надо. Ну, с лозой здесь вообще все хорошо. Смотрите, некоторые побеги почти на метр, наверное, уже созрели. Созрели. Вот здесь у нас СЛЭ. Побеги начинают вызревать, оно видно. А ягодкам еще рановато, еще зелененькие. А ландонуар. Показывала я вам его некоторое время назад с сахаром 18. И сейчас у него тот же сахар 18. Косточка начинает коричневеть. То есть начинает постепенно он подходить к фенольной зрелости. Об этом у нас отдельный разговор. Да, ландонуар весь в мешочках. На него было просто жуткое нападение ос. Хотя в этом сезоне у нас не так их и много. Но я как-то приехала и не могла понять. Думала, мы же дети какие-то залезли. Подергали ягодки. Потому что на грозди с той стороны шпалеры просто хвостики висели. Внизу было все ободрано. А потом я заметила, что это осы. Но вот так он им нравится. Это мое удивление года, удивление сезона. Мукузани не так давно закончил свой окрас. Сейчас на вкус довольно-таки кислый. Но мы помним, что у Мукузани достаточно высокая кислота. Кстати, он же Аберлин Нуар. И замерив сахар, поверг в очень большое удивление. Будем еще с вами об этом говорить. Насколько нельзя полагаться на свой вкус. Потому что, повторюсь, на вкус это кисло. А сахар был 19,5. Ну, в другой ягодке 18. Понятно, что в разных ягодках он разный. Но, тем не менее, хотя на вкус довольно-таки все кисло. Ну и, конечно, даже при сахаре 19,5. Снимать его еще крайне рано. Покажу косточку. То есть, косточка начинает коричневеть, но еще только начинает. Напомню, что для красных вин нам важна фенольная зрелость. К тому же, напомню, еще только конец августа. Еще времени у нас предостаточно, чтобы виноградную набрать в своей хорошей кондиции. Изилга еще рановато. Сахар 16. Лозы вызревшие. Ну, больше даже останавливаться на ней пока не будем. Русский ранний сахар сейчас 18, но в этом году он сильно запаздывает. Дело в том, что сильно он был погрызен мышками по весне. Поэтому, скорее всего, что в большинстве своем здесь замещающие почки. Соответственно, задержка в созревании. Ну, в то же время нам пока еще позволяет. Ну, да, и урожай тут, конечно, гораздо скромнее, чем предыдущие годы. Мой любимчик, мой фаворит реформ. На солнечной стороне ягода уже желтая, с более теневой еще и зеленоватая. Сахар от 18 до 20 брикс. Так как я планирую его запустить, как и в прошлом году, в шампанское, то мне, конечно, надо уже торопиться его снимать. Буквально в ближайшие дни, пока еще вот такие кондиции сахара держатся. И он не перебрал. Ну, повторю, что с солнечной стороны вот он желтенький уже. И здесь сахара больше. А с теневой чуть поменьше. Так что среднее сусле, я думаю, что я получу вполне нормальное. И лоза у него вызревает очень хорошо. На некоторых побегах уже почти на метр, а может быть, и больше. Несмотря на то, что кустик даже немножко жирует. Зигирепы приобретают яркую интенсивную окраску. Не совсем красивую. Ну, в зигирепе важна не окраска, не внешний вид, а вкус. Во вкусе очень яркий мускат. Вот если мы возьмем более темные ягодки, то, конечно, можно их подъедать. Вполне. На вкус они сладенькие. Аромат сногсшибающий. Но сахара, конечно, еще маловато. Где-то 16 брикс. Симона пока тоже сахар 16 брикс. Ядвига галюнаса тоже спрятана от ос. Хотя в этом сезоне они ее пока что еще не сильно едят. И, в принципе, ос немного. Но я решила подстраховаться и все-таки ее спрятать. Но у нее пока еще вот только идет ее розовый окрас. И ягодка еще довольно зеленая. Но лоза по-разному. Где-то зеленая, а где-то уже вот такая. Ханка уже полностью приобрела свою темно-синюю окраску. Плодоносит она у нас второй год. Но это уже первое такое полноценное плодоношение. Пока еще ягода довольно кислая. Пока в ней еще мало сахара. Поэтому измерять какие-то параметры не имеет смысла. Тем не менее, начинается возревание лозы. Вот на этой плоскости меньше видно. А вот там на второй плоскости идет рядом с мешочком побег. Ну и там очень хорошо заметно, что возревание идет полным ходом. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Подробные характеристики по каждому сорту винограда будут несколько позже. Когда он полностью созреет. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч!